Друзья, всем привет! С вами Автору и сегодня мы приехали в Гамбург для того, чтобы познакомиться с обновленным Volkswagen Passat. Прямо сейчас мы узнаем все тайны об этой машине, которые можно узнать именно сегодня и обо всем вам расскажем. Поехали! Закончилась презентация обновленного Passat и теперь давайте посмотрим на него поближе. Спереди самое заметное изменение после рестайлинга это, конечно же, новый бампер. Здесь другие ниши для противотуманок, но самое главное, здесь другая головная оптика. На всех версиях Passat будут стоять полностью светодиодные фары. Это топовый вариант, один из двух. Это оптика, которая умеет отключать часть светового пучка, чтобы не слепить автомобили на встречке. Она умеет подсвечивать обочину и умеет распознавать, кстати, автомобили, которые едут вам на встречу, даже если у них выключены фары. По моему миру, вы можете также свиваться в этой лифе. Это связано с моим движением. И эта функциональность, это связано с моим движением. Если вы в комфорт, то есть слегка и слегка. И когда ты переходишь к спорту, то это более динамичный. О, окей. Итак, хайбеем контролирует по метрике. Это все метрике элементы. И вы помните, у нас есть второе видео. Это на поверхности, около 450 метров. 450 метров? Да. Это почти 0,5 километра. Да, почти. У нас есть функционал, чтобы маскать этот транспорт с элементом метрике. Это маленький элемент маски. Если машина ближе, они переходят к большому элементу. В профиле изменений практически никаких нет, зато Passat получил доработанную версию адаптивного шасси DCC. Что в ней изменилось? Это все еще адаптивные амортизаторы, но теперь у них гораздо шире диапазон настроек. То есть, если раньше кнопкой можно было выбрать режим комфорт, нормал и спорт, то теперь вместо кнопок здесь есть ползунок. И если его отодвинуть, например, в крайне левое положение, то Passat станет еще комфортнее, чем раньше был в комфортном режиме. А если отодвинуть в крайне правое положение, то он станет еще жестче и спортивнее, чем был в спортивном режиме прежде. И теперь мы впервые узнаем от нашего Arteon-сетапа. То есть Arteon был первый автомобиль с этим типом-сетапом? Да, с этой слайдером. В Arteon мы сделали новое сетапа электронной велосипеды. Это очень хорошо работает в артеон. Это очень хорошая компромиссия между комфорт и спортивным режимом. И поэтому мы решили проверить, если мы можем модифицировать шасси на Passat PA. Чтобы вы можете решить, если комфорт не будет хорошо для вас. Вы имеете в виду, что это может быть немного сложнее, но для вас это нормально. Вы можете сделать шасси в международной велосипеде. И то, что мы можем сделать шасси из комфорта. Мы также сделаем шасси из спорта. Так что это означает, что никакого движения нет. Мы имеем очень, очень жесткий ощущение на дороге. Вы имеете в виду очень высокую дампу. Вы имеете в виду очень хорошего ощущения, но вы имеете в виду много комфорта. Вы имеете в виду немного спортивного режима. И когда вы выбираете, например, что я хочу поставить здесь, то это означает, что только шасси будут изменены? Что касается шасси или шасси? Нет, это только шасси. Только шасси. Только шасси для дампинга. Эта шасси будет только на верхней версии на Passat, да? Нет, вы можете выбрать для каждой Passat. Но на пасса нет. Я имею в виду нет. То есть, какой тип спорта? Только на Passat? Да, как на прошлой Passat. Да, да. Это означает, что вы начали с Arteon с этой спорта, а теперь у нас на Passat. То есть, это означает, что каждый MQB автомобиль может использоваться в таком сетапе? Мы думаем о том. Хорошо. Сзади изменений тоже не сказать, чтобы очень много, но, тем не менее, они есть. И самое заметное, это, естественно, новая оптика. Она тоже сзади полностью светодиодная. И эти фонари выполнены в той же стилистике, что фонари у флагманского Touareg. Здесь появились вот такие вот галочки габаритных огней, а вот это вот стоп-сигналы. Также есть динамические указатели поворотов, которые будут моргать по направлению. В общем, в какую сторону вы включите поворотник, туда они и будут моргать. Сейчас давайте попробуем это проверить. Почему-то не моргают. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Первое, что обращает на себя внимание, естественно, новый руль. Здесь по-другому теперь расположены клавиши. Они выполнены по-другому, у них другая форма. И здесь же, например, прямо на руле появилась кнопка включения обогрева баранки. Раньше она располагалась вот здесь, теперь здесь просто заглушка. Второе, это, конечно же, обновленная приборная панель. Если раньше экран занимал всю площадь под козырьком, то теперь справа и слева появились вот такие вот диодные указатели уровня топлива в баке и температуры охлаждающей жидкости. Сам экран теперь выглядит вот так, он немножко поменьше, но у него немножко изменился функционал. Теперь, например, на него можно полностью на всю площадь вывести карту навигации. Раньше, как вы не стараетесь, все равно вот здесь и вот здесь будут оставаться маленькие кругляши цифровых приборов. Теперь здесь только указатель выбранной передачи и спидометр. Маленькие ничего не мешают, огромная карта навигации, очень удобно. Куда больше изменений в мультимедийной системе. Здесь изменился главный экран, и теперь он оформлен таким же образом, как и на флагманском Туареге. Здесь, по-хорошему, у главного экрана две вкладки, управляются они жестами. Система, кстати, работает неплохо и довольно оперативно реагирует на взмахи руками. А также здесь есть вкладка с иконками быстрого доступа. Ее можно настроить под себя. Сейчас здесь вот у нас, например, стоит клавиша включения электрообогрева лобового стекла, включение системы стабилизации. Ну а нажимаем вот сюда, у нас появляются функции, которые мы можем сюда перенести. Например, мы хотим включить циркуляцию воздуха только в машине. Нажимаем, держим и переносим ее сюда, выбираем то, что мы хотим выключить. Например, мы хотим убрать иконку отключения звука, и, пожалуйста, вот все у нас получилось. Или, например, настройки цифровой приборной панели мы хотим вместо отключения системы стабилизации, и все сработало. Нажимаем на крестик, и, пожалуйста, выбирайте варианты, какие хотите. Здесь же, да, кстати, через мультимедийную систему можно настроить тему цифровой приборной панели. В общем, вариантов навалом, и если вы любите поваловаться с этим совсем, то вам точно все это придется по душе. Это же размером для установки, с таким жеюем. Это новое устройство, в случае настройки и настройки. Так же, настройки и настройки, мне нужно показать. Да, я могу вам показать характеристую звуку, чтобы вы могли switch на устройств, чтобы вы знаете. Но у вас есть разные пользователи. У вас есть один пользователь. Вы можете делать свои вещи. Сиде позиции. Клима. Вылоки. 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 Она любит это немного теплее. Она немного маленькая. Она в основном. Она в основном. Она просто сидит в машине. И вылоки. Все в ней. Какие пользователи у вас есть? Много. У нас нет ограничений. Да. Еще одно заметное изменение в интерьере Passata после обновления. Это исчезновение аналоговых часиков на центральной консоли. Теперь здесь пластиковая вставка с названием модели. И кнопка включения аварийки. Еще один момент о котором невозможно не упомянуть. Это появление USB порта формата Type-C. Раньше был обычный USB порт. Он кстати располагался вот здесь. Что было не очень удобно. Теперь он вставляется вот сюда. Но шнур должен быть Type-C. Кстати вот здесь же под центральным подлокотником тоже еще один USB порт. И он тоже Type-C. Привыкайте. И запасайтесь переходниками. Давайте немного поговорим о моторной гамме Passata. Снимать мне ее почему-то не разрешили. Тем не менее это не мешает нам дернуть капот и посмотреть что там у нас находится. Итак это у нас гибридная версия GTE. Здесь у нас используется бензиновый двигатель и батареи увеличенной емкости. Как мне только что сказали емкость батареи составляет примерно 37 киловатт часов. И только на электротяге Passat GTE может проехать около 70 километров. Раньше было примерно 50. В остальном моторная гамма Passata практически не претерпела никаких изменений. Все моторы подтянули до новых стандартов которые называются Euro 6D. Они теперь намного более экологичные выбрасывают. Меньше всякой гадости в атмосферу. И естественно по цифрам потребляют меньше топлива. Еще один очень важный момент касаемо обновленного Passata. У него появилась целая россыпь телематических удобных сервисов. Например при помощи интернета вы можете просто передать ключ от своей машины на смартфон своему другу или родственнику или жене. Технология в смартфоне. Это означает, что вы даете доступ к другим людям, к вашему автомобилю. И они также могут начать машину. Таким образом это технология NFC? Да. Таким образом это технология. Таким образом вы получаете ключ от друга или родственников. И вы это делаете онлайн? Да. Вы это делаете, да. Таким образом вы можете использовать свой свой смартфон и поставить его близко к двору или близко к двору. Таким образом вы можете начать. Да. Окей. Вся эта система называется Volkswagen Wii и при помощи нее же можно например дать временный ключ от своего автомобиля, например курьеру из службы доставки. Этот человек получит доступ в автомобиль однократный, причем не ко всей машине, а только к пятой двери. Он сможет подъехать самостоятельно, разблокировать замок пятой двери и положить все ваши посылки. И в общем много-много всяких интересных плюшек. В том числе есть парковочное приложение. С его помощью вы можете просто подъехать на парковку, поставить машину и при помощи экрана мультимедийной системы запустить парковочную сессию. А когда вы будете уезжать, автомобиль предупредит вас о том, что парковочная сессия идет, вам надо ее выключить и вы сможете это сделать также через экран мультимедийной системы. К сожалению, все это пока недоступно в России, увы не актуально, но эта система работает уже в 130 городах Европы. А самое главное, что парковочное приложение Volkswagen доступно не только владельцам автомобилей этой марки, но и владельцам других машин. Ну что ж, теперь вы знаете об обновленном Passat практически все и осталось ответить только на один вопрос, когда же он начнет продаваться. В Европе первые товарные автомобили появятся только летом, хотя заказы начнут принимать уже весной, а до России обновленный Passat доедет не раньше 2020 года. Спасибо за просмотр, не забывайте подписываться на наш канал и включить уведомления, чтобы не пропускать новые видео. Ну и конечно же, ставьте лайки. Пока! Продолжение следует...